Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и наш сегодняшний ролик посвящен свободному падению тел. А эта тема примечательна тем, что с нее начинается новая физика и даже, можно сказать, вообще новая наука в начале семнадцатого столетия. Ну а до этого времени, обсуждая падение тел, люди руководствовались воззрениями Аристотеля, согласно которым тяжелые тела стремятся к центру вселенной, который совпадает с центром земли, а легкие, такие как огонь, наоборот, стремятся от центра земли вверх. Ну и отсюда следует, что чем тяжелее тело, тем быстрее оно движется в своем падении. А новая физика начинается с Галилео Галилея, который сказал, что если мы хотим разобраться с падением тел, мы должны опираться на самостоятельно проделанные опыты, а опыты эти дополнить такими рассуждениями, которые нам тоже по-настоящему понятны. Вот Аристотель говорит, что тяжелые тела падают на землю быстрее легких. Ну давайте сделаем опыт. Вот у меня два грузика. Масса одного пять граммов, а другого пятьдесят, он в десять раз тяжелее. Я отпускаю их одновременно, и кажется, что они и падают практически одновременно на стол. Никакого обгона в десять раз точно нет. Говорят, что Галилей, чтобы убедить своих оппонентов, бросал чугунное ядро и легкую свинцовую пулю с Пизанской башни. А мы сейчас сделаем то, чего Галилей сделать еще не мог. Заснимем падение легкого и тяжелого тела на скоростную камеру. И вот я держу в руках теннисный шарик массой три грамма и утяжеленный свинцом мячик массой 105 граммов. Отпускаю, и они падают рядом друг с другом, достигая пола практически одновременно. Почему же люди не делали этого опыта и слепо верили Аристотелю? Быть может потому, что они представляли себе, как с большой высоты падает тяжелое ядро и клочок ваты или перышко. Давайте на это посмотрим. Я отпускаю вату и мячик. Вата отстает от мячика и падает на пол заметно позже. Отстает вата не потому, что она слабее притягивается землей, а потому, что действующее на нее сопротивление воздуха быстрее ее тормозит. А если бы сопротивления воздуха не было, то тогда и легчайшее перышко и тяжелое свинцовое ядро упали бы на землю одновременно. И уже Исаак Ньютон сделал такой опыт с монетой и перышком, откачав воздух из стеклянной трубки. А мы сегодня можем посмотреть на то, как яблоко и перышко падают в гигантской вакуумной камере для испытания космических кораблей. И приземляются в точности одновременно. Но у Галилея вакуумной камеры еще не было. И поэтому, чтобы убедить своих абонентов, он придумал мысленный эксперимент. Давайте, сказал он, рассмотрим два тела, легкое и тяжелое. И пусть они в самом деле падают так, что тяжелое обгоняет легкое в своем полете, движется быстрее. А теперь мы возьмем и свяжем эти два тела невесомой связью. Что же у нас будет? С одной стороны, получилось, что возникло тело еще большей массы, которое должно падать на землю еще быстрее. Но с другой стороны, ясно же, что раз легкое тело падало медленнее тяжелого, оно будет его притормаживать. А тяжелое будет ускорять легкое в своем движении. И вроде бы получится, что скорость падения такого тела будет чем-то средним между скоростями падения этих тел порознь, а вовсе не увеличится. У этого мысленного эксперимента есть и другая форма. Рассмотрим три одинаковых тела, одновременно отпущенных и поэтому падающих рядом друг с другом, не обгоняя, не отставая. А теперь возьмем и соединим мысленно два тела невесомой связью. И у нас получилось тело удвоенной массы. По рассуждениям Аристотеля, оно должно падать быстрее. Но ясное дело, что эта цепочка никак не повлияла на падение тел. И они как падали рядом, так и продолжают падать. Тело единичной массы и тело двойной массы. Так что Аристотель был неправ. Мысленный эксперимент это, конечно, хорошо. Но в соответствии со своими принципами, Галилей считал, что надо сделать и реальный эксперимент. И он думал, как бы замедлить свободную падение, чтобы его было удобно наблюдать. И сначала он сказал себе, может быть надо не бросать шары вертикально, а скатывать их с какой-то наклонной горки. Потом сказал, ну тогда мы можем поставить вторую горку и шары будут скатываться, закатываться, скатываться, закатываться и так делать много раз. Ну а эту горку мы можем сделать тогда не составленной из плоскостей, а вот такой вогнутой. Но ведь это не что иное, как траектория движения маятника. Так почему бы нам не взять маятник? Ведь тогда мы погасим трение об опору и движение будет продолжаться действительно долго. И будем наблюдать за двумя телами разной массы, подвешенными на нитях, как они качаются, отведя их на один и тот же угол. И вот у меня два маятника на подвесах одинаковой длины, но с грузами разной массы. У одного 100 граммов, а у другого 50. Я отвожу их по возможности на один и тот же угол, отпускаю и вижу, что они колеблются с практически одним и тем же периодом. Что подтверждает учение Галилея о том, что тела разной массы должны падать свободным падением одинаково? А как именно, об этом сейчас поговорит Алексей. Галилей рассуждал примерно так. Когда тело только начинает падать, его скорость очевидно равна нулю, а затем оно набирает скорость и движется все быстрее и быстрее, и движение является неравномерным. А еще Галилей знал труды Николая Рэма, который жил за 250 лет до этого и разработал теоретическую схему равноускоренного движения, когда мгновенная скорость тела растет пропорционально времени. И Галилей предположил, что при падении тела реального его скорость растет именно таким образом, что оно движется равно ускоренно. И мы запишем, В равняется ЖТ, где Ж это ускорение свободного падения, то есть величина, которая показывает, насколько увеличивается скорость свободно падающего тела за единицу времени, за каждую секунду. А расстояние, которое при этом проходит свободно падающее тело, равно площади под графиком скорости, то есть площади треугольника, которая в свою очередь равна половине произведения основания на высоту, и мы получаем, что пройденное расстояние равно ЖТ квадрат пополам. И получается, что расстояние, пройденное свободно падающим телом, растет пропорционально квадрату времени. Ну и стало быть, графиком расстояния будет парабола, а это уже можно проверять на опыте. Ну а времена Галилея еще не было хороших часов, которые позволяли бы измерять достаточно короткие промежутки времени. И он измерял время движения по своему пульсу, а для этого ему это движение нужно было сильно замедлить. И он скатывал шары вот примерно с таких горок, но гораздо более длинных, в несколько метров длиной. Ну а мы можем сегодня воспользоваться результатами скоростной видеосъемки и извлечь оттуда все, что нам нужно. Я отпускаю шарик и трассирую его движение. И видно, что расстояние, проходимое за равные промежутки времени, становится все больше и больше. Построим график пройденного расстояния от времени. Он очень похож на параболу. А чтобы построить график скорости, мы должны использовать данные о пройденных расстояниях. Но, к сожалению, мгновенную скорость мы посчитать не можем. А вот среднюю скорость на малых промежутках времени, которая близка к мгновенной, рассчитать вполне можем. Для этого надо взять и поделить пройденное расстояние на промежуток времени. А промежутки времени в нашем эксперименте составляли примерно 0,02 секунды. И построенный график это прямая линия. Скорость падающего шарика пропорциональна времени, прошедшему с начала движения, как и предположил когда-то Галилей. За каждую секунду скорость увеличивается на 9,8 метров в секунду. Так что ускорение свободного падения G составляет 9,8 метров в секунду за секунду, что записывается как метры, деленные на секунду в квадрате. И надо заметить, что ускорение свободного падения зависит от широты того места, в котором производится измерение, и от других факторов. Но надо сказать, что полученные нами значения очень близко к измеренному точно другими методами для Новосибирска. Но теперь надо перейти к еще одному вопросу. Мы получили зависимость скорости падающего тела от времени. Но, как правило, нас интересует другое. Как скорость падения зависит от высоты, с которой падает тело. И сейчас мы с этим разберемся. Мы уже знаем, что скорость падающего тела пропорциональна времени, а пройденное расстояние пропорциональна квадрату времени. Ну и если мы подставим из первой формулы время во вторую, то мы получим, что высота равна v квадрат делить на 2g. Ну и отсюда скорость падения равна корню из 2gh. То есть скорость падения пропорциональна корню квадратному из высоты, с которой падает тело. А теперь давайте немного посчитаем, чтобы прочувствовать эту формулу. Если мы отпускаем тело с высоты 1 метр, то оно приобретает скорость 4,5 метра в секунду. Но мне удобнее будет говорить, что это 450 сантиметров в секунду. Уменьшим высоту в 100 раз. Тело падает с высоты 1 сантиметр и приобретает скорость 45 сантиметров в секунду. Весьма даже неплохо. Но если мы высоту уменьшим еще в 100 раз, это будет 1 десятая миллиметра и я уже не смогу ее зафиксировать, то скорость уменьшится еще в 10 раз и будет составлять 4,5 сантиметра в секунду. Представьте себе, 0,1 миллиметр такой ничтожный зазор, а скорость все-таки весьма заметна 4,5 сантиметра в секунду. И вот мы с Алексеем на пару рассказали вам все то, что нам представлялось важным рассказать о свободном падении. Хотя, конечно, многое осталось и за кадром. И при этом мы постоянно вспоминали Галилея и это не случайно. Потому что рассматривая свободное падение тел, Галилей и в самом деле создал новую науку. И здесь будет уместно вспомнить слова Эммануила Канта об этом сказанное во втором предисловии критики чистого разума. Ясность для всех естествоиспытателей возникла тогда, когда Галилей стал скатывать с наклонной плоскости шары с им самим избранной тяжестью. Или когда Торричелли заставил воздух поддерживать вес, который, как он заранее предвидел, был равен весу известного ему столба воды. Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по собственному плану. Что он с принципами своих суждений должен идти впереди согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем, как разум ищет такой закон и нуждается в нем. И я так думаю, что именно вот эту мысль, как главную, мы с Алексеем стараемся донести до вас в своих роликах, которые снимаем уже 10 лет. И спасибо вам большое за внимание, за то, что вы нас смотрите. До новых встреч!